Привет, котик! Я рада тебя здесь видеть. Я зовут Дениза, и я хочу поговорить с тобой сегодня о такой вещи, как дружба. Что-то о ней можно говорить. Возможно, подумаешь, что, ну, дружба и дружба. Я хочу рассказать тебе, что значит дружба в моем понимании. Дать несколько советов, возможно. Поделиться с тобой каким-нибудь опытом. Рассказать, каким должен быть друг. Начну, пожалуй, с огромного заблуждения многих людей. Ты думаешь, что твой друг это тот, с которым ты постоянно гуляешь, общаешься, проводишь время, и тебе с ним весело и классно, да? Ну да, чтобы с человеком было весело и интересно, это неотъемлемая часть дружбы. Но не ключевая. Друг это ни в коем случае тот человек, с которым тебе просто весело. Нет. Каким должен быть друг? Как научиться быть другом? Как найти друзей? Во-первых, нужно любить и ценить людей вокруг тебя. Быть искренним, быть открытым. Умей находить в людях лучше. Друг это не просто человек, с которым тебе весело, повторюсь. Ты должен доверять ему как самому себе. Ты должен видеть в нем всегда свой дом. Приходишь к человеку, а там тепло и уютно, как дома. Ты знаешь, что никому не расскажешь твои тайны, не напакостит тебе, а поддержит и поможет. Нужно уметь слушать человека и поддерживать. Но не так, типа, да все будет норм, не парься, давай лучше послушай, что было у меня. Нет, нет, нет. Нужно уметь понимать. Друг должен воспринимать твое горе, твою боль, как свою собственную. Если человеку просто неинтересно послушать, что тебя беспокоит, что тебя тревожит, то он тебе не друг. Но опять же, если ты постоянно поддерживаешь своего друга, даешь ему советы, находишься рядом, а он в ответ не делает того же самого, он тебе не друг. Если ты замечал, что твой друг как-то шкварит тебя при других, чтобы оказаться лучшим в твоем фоне, то шли нахрен у такого друга. Друг делает все наоборот. Друг пытается делать так, чтобы вы были лучше, чтобы вы совершенствовались. В плане внешности, отношения с другими людьми, статуса в обществе, финансово, так что угодно. Он постарается вам помочь, потому что он любит вас. Лично я так и делаю, даже когда мои друзья не подозревают о том, что я для них делаю. Но при этом, если у твоего друга получается что-то лучше, чем у тебя, он получает в жизни что-то лучше, чем ты, ни в коем случае не нужно ему завидовать. Он твой друг. Порадуйся за него. Искренне порадуйся. Если вам что-то не нравится в действиях своего друга, то не нужно тайно злиться на него. Просто поговорите с ним, скажите ему это. Друг выслушает, поймет и перестань это делать, если он вам друг. Друзья должны быть открыты друг с другом. Даже если накосячил, твой друг поймет, поругает тебя, если это нужно, поддержит, но не отвернется. Это так не работает. Друг, когда не тот, кто постоянно говорит вам, какой он классный и вообще, только чтобы не обидеть вас. Не говорит только то, что вы хотите услышать. Типа, ты делаешь что-то неправильное, косячишь, делаешь что-то хреновое. А друг такой, да-да, продолжай, ты делаешь все правильно. Просто чтобы не обидеть тебя. Друг должен быть правдив по отношению к тебе. Показывать, где ты на самом деле не прав и где ты накосячил. Может быть тебе будет немного обидно, но зато это правда. Только вот он не должен этого делать при посторонних людях. Пусть он отведет тебя в какой-нибудь угол и поговорит с тобой наедине. Забота друг о друге. Какая-нибудь приятная мелочь. Закатите в магазин за его любимой шоколадкой по пути к нему. Или подарите подвеску с его любимой рок-группой. Позвоните, когда он находится в больнице в другом городе. Да что угодно, любая мелочь. Поверьте, ему будет приятно. Если ты сделал говно своему другу, то будь добр, извинись. Почему нет? Ведь он твой друг и ты любишь его. Не нужно быть чещер гордым, но так же надо быть прощать. Если твой друг где-то накосячил, значит он был под чем-то. Значит он не подумал, ошибся. Со семьей бывает. Он же твой друг. Прости его. Но если это происходит с каждого все чаще и чаще, он косячит, он косячит, а вы прощаете и прощаете, то стоит задуматься. Спасибо тем людям, которые меня сейчас окружают. Которые любят меня. Которые рядом. Я вас тоже очень люблю. Вы замечательные. Надеюсь, ты, дорогой зритель, подчеркнул из этого видео что-нибудь полезное. Пиши в комментариях свое видение дружбы, с чем ты был согласен или не согласен. Если тебе понравилось это видео, то поставь ему лайк и поделись им со своими друзьями. На этом все. Люблю тебя. Пока-пока.